И так мы продолжаем прохождение Фейри Фенсер и нам до возрождения богини на самом деле осталось очень немного. Нам осталось найти канал Веры и нам осталось найти 3 фейки Аранга и нам осталось найти где-то одну фейку Сранга. А я думаю это будет ну нихренашечки непросто, потому что вот тот бой с фейками для Аранга это было просто, просто нечто. Но посмотрим что нас ждет дальше. Давай-давай, Ника Пара это всегда хорошо. Фенг, мальчик мой, ты уверен что канал Веры где-то здесь? А да, здесь стражи еще будут канала Веры. Ага, но это будет непросто, он под защитой мерзких монстров. Глядите, а вот и они. И таки да, нам сейчас... А, раньше они были по одному. Гы. Все, смотри, основа у нас Гальд начинает рипаться, но, впрочем, ничего нового. Так, у нас новый навык, взрывной разрез и он достает сразу до трех врагов. Давайте тестить. Ну, он неплох, если бы он попадал, он был бы крайне неплох. И я хочу проверить танец безумца. Навык мазохизма? Ладно, это что-то было очень странное. Так, а что у нас открылось-то у... У Тиарки? По-моему, водный обстрел у нас у Тиары открылся. Так, нам бы задеть сразу трех врагов, было бы неплохо крайне... Да, вот так, пожалуй. Опять же, если бы у нас не было проблем с меткостью, то все было бы нормально. Так, и еще один навык, новый навык Пиппина. Да, точно, бланк, блин, да, 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 я забыл. Она что-то... Да, 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 точно. Непка дает себе знать. Так, новый навык должен быть... А, нет, у нее аж нету. Ну, в принципе, тогда давайте проведем анализ, на что ли. На видеокарты, звуковые платы, вообщем-то, Лен. А, так, 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 так... А, у Гальда же ничего мы не открыли, потому что, потому что у него не было очков оружия, точно. Да ладно, крушитель душ, у него тоже наносит очень неплохой урон. Так, главное, чтобы... Ну, Гальда снова, они снова не атакуют Гальда, это прям карма. Ну, и Пиппин тоже по щам получает, ну, типа, почему нет. Так, 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 двух заденем. Блин, хотелось бы задеть двух, да, заденем. На особый урон не рассчитываем, но... На хотя бы что-то. Угу. Особого урона и не было. Хам. Блин. Ну, 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 ну... Нужно уезжать, я думаю. Не особо сильное, но... Тут стоит, стоит помнить, как бы, то, что... Они не последние, еще как минимум две вражины у нас на пути будут. Прощай, Гальда. В общем, фейки, да, здесь имеют очень большое значение. Так, и снова двух пнем. У нас Фэнк все разруливает. Если бы не он, то я не знаю, что бы здесь вообще творилось. Минус Гальда, это всегда к этому ужасную силы выгнать. Так, ладно, серьезно ищи, тогда мы активировать пока не будем. А пока мы просто разрезаем в нем. Блин, я не... По одному только. Сейчас было бы минус два. Ой, минус один точно был бы. Минус Пиппин. Прости. Здесь я ничего не мог сделать. Ладно, хотя бы одного минуса нем, если повезет, то даже двух тех, тех, что слева. Да, минус два. Остается последний, но с этим уже что-нибудь сделаем, я думаю. Так, расколом, что ли. Да, у него к тому же слабость к атакам земли, окей. Так, а если мы сделаем вот так? Блин, а впереди еще много боев таких. Минимум два точно. Хорошо, что я воскрешалками в запасе, иначе был бы ты лен. Ну да, нет, серьезно, я не достану, да? Ладно. И убийство он тоже не достают, да и хрен бы с ним, тогда просто подождем. Хотя... Блин, взрывным разрезом нет. Ну вот гига удара, мы можем его сейчас добить. Учитывая то, что мы подъединением... Ну блин, чуть-чуть, но серьезно. Так, два же перемогли флангу же добить. Ладно. Между прочим, 45 очков оружия мы получили, и фейка сразу, которая, ранга, сразу опнулась до пятого уровня. Так, сразу, 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 нам нужно сразу, сразу воскресить наших мертвых пупсов. Оперемехируем, вот так. И сразу, начнем мы использовать с маленьких зелий. Будем подхиливать всех, их нужно очень много. Так, пожалуй, так, так. И, блин, даже не хватит нам этих зелий, чтобы всех отхилить после первого же боя. Ну ладно. Так, все, тогда едем дальше. Едем дальше, едем дальше. Едем мы искать второго стража канала Веры. Так, здесь у нас должна быть плюха. Прыгай. А, точно, у нас еще не изучен... Да, мы не скрафтили плюшку, которая позволяла бы нашим персонажам прыгать повыше. Ну, что поделать. Так, 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 следующий страж должен быть где-то, где-то, где-то впереди. Хорошо, что здесь нормально можно оббегать всех монстров. Здесь локация такая себе просторная. Так, ну, плюшка, плюшка. Так, да, на кольчуга. Окей. Пригодится. Ну и едем дальше. В поисках нет, отстаньте, мерзкие твари фунова. У меня бестия. Постоянно кому-нибудь нужно ко мне прицепиться. Так, да, мы движемся по правильному направлению. И значит, где-то вот там. Больше негде быть стражу. А, нет, вообще переход на следующий уровень. Окей. Ищем дальше. Максимально быстро стараемся найти. Да, вон, все. Там впереди у нас сейв и возможно... А, так стоп. Возможно, нам даже не придется искать абсолютно всех стражей. Так, вот бы от вас еще свалить было бы неплохо. Пожалуй, в портал мы от вас и свалим. Возможно, там уже будет финальный этот самый... Не исключено. Потому что раньше, мне кажется, они почаще попадались. Эти самые стражи. Но я в этом не уверен. Блин, сколько гемору-то. Такое ощущение, что они охраняют какое-то сокровище. Канал Веры же. Ага, именно. Где же он... Где же он был? Эм, я думала, он где-то здесь. Странно. У меня зародилось странное чувство. Как будто что-то не так. Но что я не знаю. Ты права. В прошлый раз, когда мы были здесь, показалось Дорфа и нас попытались остановить. Возможно, они уже забрали канал Веры. Народ, будьте осторожны. Дорфа может быть где-то поблизости и ждать момента для нападения. Я нигде не могу его найти. Неужели кто-то из Дорфа уже забрал его? Не похоже. Нет признаков сражения с хранителями. Я так и знала. Меня преследует странное чувство. С момента, как мы вошли сюда, прошлое начало меняться. С того момента, как мы попали в эту временную линию, мир начал медленно изменяться. Ты говоришь про сингулярность, да? Если так пойдет и дальше, то это не сулит ничего хорошего. Если нам нужно найти какую-то речь, следует спросить ту маленькую, хорошо осведомленную девочку об этом. Ты прав. Бессмысленно тратить время на поиск чего-то, если ты понятия не имеешь, где искать. Но Лола опустошит наши карманы, прежде чем станет помогать. Я полагаю, другого выбора у нас нет. Согласен. Я не мог пропустить этот момент. Как жаль, что мне уже пора уходить. Давайте на сегодня закончим. Мисс Мариано, когда вы еще навестите нас? Пожалуйста, сыграйте для нас на арфе. Еще как-нибудь. Я обещаю, что еще приду к вам. До моего возвращения. Ведите себя хорошо, девочки и мальчики. Нам уже пора, леди Мариано. Время не ждет. Должно быть. Очень классно проводить все свое время с мисс Марианой. Вы муж и жена? Что? Откуда такие домыслы? Я никогда не буду столь дерзким, чтобы... Заги, это же дети. Да, прошу меня простить. Блин, ну она не кажется настолько говнистой, насколько она, наверное, говниста. Я не знаю, как это правильно описать, но, блин... Не может человек говно играть с детям на арфе. Не знаю, мне кажется, что все-таки в ней есть что-то хорошее, и я бы с удовольствием обменял ее на Пипина. Вам нужна информация о канале Веры, да? Хм, дайте подумать. Но сейчас у меня нет никаких зацепок. В смысле? Эм, как жаль. Может, хоть какую-то подсказку дашь? Хм, если дадите мне немного времени, я смогу копнуть поглубже. А, вспомнила. По-настоящему сильный монстр терроризирует жителей деревни вблизи ледяной пещеры Люзамунда. О, а там мы еще не были, кстати, ни разу. Награда предполагается каждому, кто сразит его. Почему бы вам не подзаработать, пока я ищу информацию о канале Веры? Зачем нам это? Дело-то хлопотное. Поиск новой информации штука не дешевая. Мне же нужно будет как-то окупить свои затраты. Раз уж у нас нет выбора, предлагаю назвать это жестом доброй воли и пойти разобраться с проблемой. Как вам? Согласен. Возьмем на себя этот благородный поступок. Ладно-ладно. Если хотите это сделать, то у меня нет выбора. Ладненько, народ. Направляемся к ледяной пещере Люзамунда. А вдруг нам там еще дадут фейку Аранга? Блин, нам сейчас дадут инфу о фейке Аранга, и мы пойдем снова страдать очень сильно и очищать дальше богиню. Добро пожаловать, уважаемый покупатель. У вас на лицах написано «Мне нужны фьюри». У меня как раз есть информация. Да, берем. Спасибо за покупку. Знакомая фея нашептала, что ощущает присутствие фьюри в пустыне Кавбаре. Постарайтесь как следует. Окей, значит наш путь лежит именно туда, но после закусочной. Блин, я хочу есть. Ты же недавно кушал. Это не меняет того, что я хочу есть сейчас. И если я голоден, значит самое время перекусить. Эй, Этель, ты не голодна? Погнали перекусим. Окей-докей, Этель любит перекусы. Этель просто всем сердцем меня понимает и поддерживает, и это не может не радовать. Ты действительно научилась говорить нормально. Еще какое-то время, и сможешь разговаривать, как я. Кстати об этом, почему ты больше не говоришь «убить-убить»? Что ты говоришь? Эм... От имени Этель. У Этель не было возможности пообщаться с другими людьми, поэтому ее... ее языковые и социальные навыки не полностью развиты. В тех обстоятельствах она упорно тренировалась убивать. Ее... бывши... ее боевые инстинкты были отточены, в совершенстве. А постепенно ее желание убивать повлияло на ее языковые навыки. Убить-убить было единственным, что она произносила. Нежастный способ для общения с другими людьми. Поэтому и появилась альтернатива. Вообще не говорить. По этой причине... Ага. Этель так больше не говорит. Фанк сказал, ей этого не делать. Мне кажется, что Энни скоро будет разговаривать печенька-печенька. Печенька-печенька-печенька. Ты будь осторожнее, а то станешь как Этель. Черт подери. И ты подчинилась моим словам? Умница. Она выглядит счастливой. Погоди. Так значит, именно по этому Этель не говорила. Она не... Лгала? Нет. Блин, какая же все-таки Этелька милаха. Да и еду она любит так же, как и я. Так, вон та пещера. А вот здесь у нас еще одна фьюречка. Оранга. Ох, чувствую, настрадаемся мы пока до нее. Ну, доберемся тому, может быть, до нее и нормально. Но, блин, получить все нормально мы вряд ли сможем. Да-да-да. Вот, вот и не об этом я и говорил. А это называется синдром Этельки. Когда ты очень хочешь печенек, но тебе не дают печеньки. И по стене ты начинаешь говорить только о печеньках. В общем, работает это как-то так. Ну, блин, там выше по... Ну, как раз таки, да, вон даже урон проходит по нашей, ну, паскеттиаре. На взрывной разрез, пожалуй, твари прям всех заденет. Чтобы жизнь медом не казалась. Ну-ка. Неплохо. Почему бы и нет? Ну, и раз на то пошло. Можно еще и метеорчиком сюда пынуть разок. А что, прям вообще норм было. Блин, я-то думал, это надолго оказалось вон еще вакцит. Но все равно лучше не припать в такие неприятности. Лучше просто напрямую бежать к нашей фейке, потому что неприятности нас ждут уже там. Если он, ну, как обычно, гайда отвалится. В этом нет ничего удивительного. Я уверен, что гайда и Харли гриппнутся. Хотя у Харли-то сейчас топ. У Харли, по-моему, именно у Харли сейчас еще одна фейка-аранга. Так, все. Домой. Двенадцать очков оружия, между прочим. Так, тридцать первый у Харли. Да, и фейка ее тоже обнулась. Отлично. И, кстати, да. У-у-у-у. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. У нас же у Этельки есть тоже, как ни странно, купальник. Но он, блин, странный. Посмотрите, какие купальники, допустим, у Харли и у Тиары. А, блин, мы обидели, короче, совсем Этельку. И у нее купальник... А, школьный. Да, у нее школьный купальник, так что... Я не знаю, он, ну, такой себе. Ну, пусть будет. Ладно. Хотя бы немножко можно Этельку пор... Ну, все-таки здесь жарко, согласитесь. В пустыне, как-никак. А, так-так-так. В общем, движемся мы правильно, окей. Я не знаю, как долго приходилось бегать в оригинале, когда не было вот этого устремного прыжка. Ну, хотя купальник в пустыне тоже довольно странная одежда, я думаю. Но, что поделать. Так, да, мы движемся в правильном направлении. А, так-так-так-так-так-так-так-так. Сыванемся, на всякий случай. А то, ну, мало ли чего. Так, там плюха еще заодно. Ну-ка. Красные очки. Да, блин, у меня этих красных очков, у меня их будет девать некуда. Ну, хотя... С какой-то стороны тоже, верно? Так, и это наши фейки Оранга. И снова куча врагов. На этот раз у нас есть получше навыки. Уже как-никак. Мы сейчас проверим. Надеюсь, фейку Оранга мы получим. И пойдем снова очистим логиню. И нам останется только две фейки Оранга получить. Как бы, как бы... Да, мы ее очистим. Мне страшно подумать, что будет в бою за фейку Оранга. Лучше об этом не думать. Ну, так, 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 так. Логиным виском, что ли, Пач? Блин, они все равно толстые. Они очень толстые. Не максимально толстые. Здесь, по-хорошему... Нужно было бы... Нужно было бы единение и ульта. Так, ну, с них тоже ничего нормального не тропнется. Фокси, а мы тебя с видень вспоминали весь стрим, а ты пропал куда-то. Я знала, что ты работаешь как истинный трудоголик, но... Не подавал в виду. Так, ну, Крушитель душ, конечно. Тут уже Энни умудрилась муд получить, причем без тебя. Фокси, твой хлеб отняли. Так, что там. Так, 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 так. Снова, пожалуй, на магии. Да, судя по урону, который получают эти фари, нам тоже должны дать фейку Оранга. Но я на это надеюсь очень сильно. Так, камнепадом тоже двух наденем. Да, и у них, кстати, слабость к земле. Блин, мне бы очень-очень-очень не помешала ульта сейчас. Прям очень-очень сильно не помешала бы. Блин, Этели выглядит очень злой при этом навыке. Она меня немножко фугает. О, Харби снова начинает отваливаться. Я-то уж думал, когда же, когда же, а вон она чего. Блин, норма-то ходит. Не зря изучал этот навык флангу. Ну и снова Крушитель душ. Так, а на кого? Ну, хп у них почти одинаковая. Если Гальтов переживет этот бой, то скорее всего мы ему даже изучим новый навык. У него должны быть появились очки оружия новые. Так, 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 так. И, пожалуй, водоворот что ли? Что ли? Ну да. Посмотрим, что у Гальда будет за новый навык. Так, давайте, давайте, твари в кучку собирайте. Нет, Гальда, похоже, пытаются убить. Не факт, что он это дело переживет. Блин, он еще и хунг-ху владеет. Очень странный кот. Очень-очень-очень странный кот. О, ну-ка, идите-ка сюда. Ну что, я почти никогда не ультую Харли. А почему бы как-то и нет? Хотя у нее сейчас хп нету, видимо, ультануть она не сможет. Конечно, не сможет. Ну ладно, даже если она не сможет ультануть, мы сможем... Нет, мы не сможем. Ну, хотя бы пнем вот этого. Ну, в общем, одному лишь Пипину известно, что это было. Эм, так, 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 да, и единение у нашей няхи. Блин, в этом костюмчике странно выглядит единение. Оно выглядит не так круто, как должно было. Так, у этой твари меньше всего хп. Пожалуй, начнем с нее. Да, если так посудить, то сегодня мы уже игру пройдем. И после этого я сразу заглядываю в голосование. И что же там у нас победит? Либо третья непка, либо тринадцатая финалка. И следующий стрим будет уже потом. Он, именно в той игре. Так, Гальда, ты же еще не умер, да? Ну, кстати, очень странно, почему Гальда еще не умер. Он мне напоминает одного парня из Берсерии. Был там один такой, который постоянно, почти каждый бой рипался. И это было очень, кстати, странно, когда он не рипался. Я удивлялся. Постоянно этому. Так, окей. Ну и здесь обычными атаками добьем. Мне не страшно. Так, ну Пиппин, живи. На тебя была вся надежда, но ты все, как обычно, плил. Ну, Гальда, блин, давай, крушитель души. Нет, ну, ладно. Так, 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 ну дайте мне фейку Оранга, и я буду счастлив, серьезно. Я уже пойду, чистой совестью вытащу еще одну фейку из тела богини. Так, ну, Оранга. Ну, давайте, давайте. Блин, четыречка оружия, серьезно? Да вы издеваетесь. Да, еще одна фейка Оранга. Значит, ну, Фокс, а пока не пройдем игру. Вот. Мы просто уже движемся к финалу. Я уверен, что мы скоро пройдем. Так, 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 нет. Что-то купальник не очень сюда подходит. Ну, конечно, но кот Ассасина тоже, кстати, смотрится неплохо. Очень даже, кстати, смотрится она неплохо. Все, идем дальше спасать, спасать богиню. Там уже немножко, немножко осталось. Вот, 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 совсем немножко. Три фейки Оранга. Плюс, если мы эту сейчас очистим, останется две фейки. Ну, и потом финальная С-ранга. И богиня будет полностью очищена. Так, ну, давайте, давайте, давайте начнем с плеча. А, блин, я Гальда же забыл. Спасена, Фокс, спасена. Нижняя мы потом съем. Нафиги. Все, Гальда уже начинает отваливаться. Вот просто бой только начался, и они... Вон, они просто фокусят Гальда. Сорян, Гальда, тут я тебе помочь ничем не смогу. Это просто, видимо, карма уже. Все, блин, так они почти все и сгорели. Я что-то думал, что будет сложно, будет вообще ужас. Серьезно, те враги, которые эту фейку охраняли, они и то будут посложнее, что ли. Да не, нормально, я гринзил. А вроде бы как. Ну, Гальда... У Гальда фейка говеная, поэтому он отваливается. Все, что ли? Господи, а ты говоришь, я мало гринзил. Вон, 32 очка оружия, Гальда вышел. А Митиара 36-я. Окей. Все, две фейки, а ранга только осталась. На богине. Ну и С-ранг в груди торчит. Так, совсем-совсем чуть-чуть осталось. Две. Да, вот они, две фейки, а ранга. И все, блин. Так, отлично. Возвращаемся тогда в обитель. Нам больше инфу никто продать не хочет. Ну и ладно, не очень-то и мне хотелось. Так, нужно еще получить плюху от этой феи, а ранга. Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Так, отлично. Отлично. И раз уж на то пошло, мы теперь можем... Ам, еще. А кто же его знает, и не увидим. Посмотрим. Так, С-А-С-А-А. О, все. Последнюю фейку а ранга, которую мы получили, мы воткнем Пипину. А вот. А Шерман пытался нас убить, он уж приходил к нам в логово. Ну, не особо у него что-то там получилось, но он нас напугал. Вот, все, что ему удалось. Так, новое подземелье, кстати, да, в прямом смысле новое, в прошлой и временной линии этого подземелья не было. Итак, давайте просто найдем этого монстра и прикончим его, чтобы нам заплатили. А вот это по-нашему. Инспектор, привет. Так, ну, новое подземелье, это, типа, всегда хорошо. Вот здесь даже можно немножко и гриндануть, я думаю, типа, попинать. Посмотреть вообще, что тут... Нет, не хочу я тут гриндить, они слишком куклые. Их нужно слишком долго убивать, но серьезно. Это нужно делать вне стрима, как-нибудь потом, когда-нибудь. Ну, хотя, если мы сегодня игру пройдем, то гринда не будет, слава богу. Да, это слишком долго, прям, слишком-слишком затянется. И, блин, Гальда нужно снова изучить навыки, я забываю. Кстати, Фокси у нас в унынется превратилась потихоньку в отель, которая раньше говорила убить-убить. У нас теперь печень-печень появился, так что не там. Так. Тут даже Фэнг умудряется промахиваться по вражинам. Ну, что уж говорить о других-то, у которых им яскость в разы хуже. Так, ладно, тебя добьют, а вот тебя можно и покинать. Вон, Сиара бедная никак попасть не может, вообще, как бы не старалась. О-о-о, Гальда снова начинает умирать. Ничего нового. Все по странненькому у нас. Ну, здесь уже были разговоры, разговоры о том, что ты их снова пропустил. А мы общались на эту тему, почему она перестала так говорить. Так, умрите, уже в конце-то концов. Так, кстати, вот такие летающие, да, есть такое. Ну, это надо комбо лезть, там, настраивать, ну, ты понимаешь, что это значит. Мы как-нибудь так, вот этих запинаем, потом подхилимся и пойдем напрямую к той твари, которая нас отделяет от получения информации о канале Веры. Так, окей, фейка апается. И, да, я же хотел прокачка, прокачка, прокачка оружия. И, Гальда. Жнец душ, вот что у него появится. Изучаем. Ну, и еще у него два навыка на воровство. Ну, в общем, понятно, что за Гальда. Все с Гальда ясно, понятно и все такое. Так, Гальда, давай тебя подхилим. Ну, и Харли тоже по кампанию. Нет, защита там ни при чем. Защита и все прочее, оно зависит только от фейки. В основном, там, на самом снаряжении ее не особо-то и много. А фейка у него вот такая себе. Да, какие? Ага. То чувство, когда просто пытался побыстрее, блин, пробежать. И, как обычно, влип в какую-то гадость. Ну, ладно, ничего нового. Ну, да вообще Гальда, ну, не то слово. Ну, мы снова, да, брались какие-то ледники. Надеюсь, у Тиары снова там с опельки не потекут. Так, где наш взрывной разрез? Очень, кстати, хорошая штука. И огненные атаки здесь должны быть очень-очень кстати. Ну, если бы они все еще и попадали, то вообще супер было бы. Ну, ладно, могло быть и хуже. На самом-то деле. Даже Харли попадает. Так, так, так. Ейки, протихоньку наши апаются новые, которые мы получили. А вот если бы мы здесь еще получили новую фейку, а ранга, было бы тоже просто супер. Но это не под большим вопросом. Так, переход на следующий уровень. Ну, мы едем туда. Максим, на что? Господи, вот серьезно, ты думаешь, я бы не поменял для него фею, если бы была возможность поменять ему фею на что-то другое? Гальта в бою для меня не основной персонаж, так что... Так я же новую фейку уже начали на Пикина. Так у него все, у него фейка, а ранга здесь уже ничего другого не выйдет. Больше фея КС ранга у меня нету. И то, если у меня появится еще одна фея КС ранга, то она уйдет, конечно же, от Эльки. Так что, ему явно не судьба получить нормальную фейку, не в этой жизни. Харли, вон так же отваливается, тоже с офейкой. С офейками здесь вообще грустно. Да хватит пинать трупа! Господи! Цепные атаки, такие цепные атаки. Так, да фу на вас. Господи, почему же вы прицепились-то так ко мне? Где-где-где свечение? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, вот туда бы пробраться. Вон, вон и венчиков! Отстанься! А, да, кстати, у Гальдыш новая атака появилась, которую я еще не видел. А же нет душ или что-то в этом роде? Сейчас мы затестим. Ну, инспектор, в серьезном сокращении здесь ничего не получится объяснить. Здесь и замуты с прошлым, с будущим, с временными линиями. Так что... Здесь явно в працу ничего объяснить не получится. Да, и сюжет, кстати, скоро закончится. Нет, фею нельзя обучить, прощите. Да, наконец-то Фокса признал, что я собираю ее, чтобы, блин, забыл, что магию активировать. Ты признал, что я собираю феек, чтобы именно очихивали богиню. Блин, не то, что ты говорила раньше. Господи, чучело наше апнулось. А, ну, блин. Вот видишь, я же ее все-таки спасаю. Я ее спасаю. В первую очередь я ее спасаю, а потом все остальное. Блин, нужно куда-то туда. Первым делом, конечно же, у нас спасение богини. Методы, конечно, такие себе. Так, 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 так. И, да, сейвик, а значит, именно здесь нам придется кого-то пинать. Так, чего у нас есть интересного? Кого нужно похилить? Конечно, Харли и, конечно, Гальда. Ну, куда же без этих двух мобов? Да вот хз, что вообще за Пиппин? Это, мне кажется, какая-то... Какой-то стеб над персонажем. В годы 3-2 вон был у нас этот кролик. И вот, мне кажется, что это нечто подобное. Ребят, у вас нет такого чувства, что битва с боссом вот-вот начнется? Ну и ну, здесь такой дубак. Я точно подхвачу простуду. Будь здоров. А ну, Этель выживет, все нормально. Надо было опять надеть шестяное белье. Мои и так на мне. Благодаря партняжным навыкам Баха-сам, Моё даже закрывает живот. Не вижу. Серьезно, не вижу. Это не составило труда. Это не составило труда. Ведь я и так постоянно напоминаю тебе надеть нижнее белье. Я так завидую. Хотел бы я, чтобы Бахас был моим напарником, который бы всегда заботился обо мне. Что, прости? Ты хоть знаешь, как тяжко вечно выручать тебя? Ребят, не ссорьтесь. Согласен, не стоит забывать, что сейчас мы на вражеской территории. Ребят, не ссорьтесь. Именно. Эта территория вражеская и скоро станет вашей братской могилой. Фокси, ты можешь Капсом что-нибудь написать в чатике и все увидишь. Напиши что-нибудь Капсом, пару сообщений, и ты все сразу поймешь. Шутки шутками, но брен, да. Она одна из четырех владык поднебесной Дорфа. Это засада. Так. Я чуть не хочу бить эту няшку. Я не хочу пинать Мариану совершенно. Я хочу обменять Пипина на нее. Давайте мы Пипина сделаем одним из четырех владык поднебесной, а Мариану своим напарником. Блин, а вы настойчивые ребята. Знаете, в чем чаще я вас вижу? Тем больше думаю, что это походит на любовную одержимость. Ты ублюдок, леди Мариану. Никогда не заинтересует... Не заинтересует такой гретин, как ты. Мы потратили кучу времени на распуск слуха во монстре, чтобы заманить вас. И старания купились полна. Получается, Лола слила нам ложную информацию. Так что ли? Ну вот же балда. Напомни мне затребовать с нее возврат денег. Леди Мариану, не тратьте свое время на разговоры с этим отребьем. Давайте уже прикончим их. Именно. Довольно глупых вопросов. Наказание за непоминовение Дорфе. Смерть. Придется разобраться и с этим. Других вариантов у нас нету. Так, ну что, леди Мариану. Господи, ну и стремное, что существо. Она мне напоминает одного из первых боссов. В этом... В кукольном театре мира. А вот там что-то подобное было. Так, вот самое время я ду... А, нет, стоп. Серьезный щит. Активируйся. Так, ты, зая, дорогая, давай мы сделаем... Блин, среднего может не хватить. Сделаем вот так. Мариана милашка. Очень даже милашка. Ну, просто... Возможно, это сложно с первого взгляда заметить. Но она милашка. Блин, водные атаки, мне кажется, здесь... А, их здесь двое. Зазаз. Блин, их здесь двое. Их здесь двое. Так, ну что, отведай-ка, кошачек. Удачего кунг-фу немножко. По-моему, зашло. А, так, 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 так. Держите, господа, ко мне парк. Так, ну и гальда. Давайте проверим все-таки жнец душ, как он работает. Он все-таки оуешный. Блин, ну я хочу Мариану в свой отряд. Кстати, неплохо. Урон точно неплохой у гальда. Блин, нужно было еще... Урон-то у гальда неплохой, но гальда почти рипнулся. Какая сила? А если это продолжится? Уверен в этом, леди Мариана? Сеха, Шуха, Эм! Мисс Мариана! А, блин, они в заложники их, что ли, взяли? Помогите! Так, все, все. Заяц мой хороший фуэнк. Давай мы спасем детей. Мариана увидит, к ней мы хорошие, и она присоединится к нам. Блин, мы выбросим в пень просто Пипина. Коварный же план! Все, так и поступим. Как ты вообще додумался привезти детей в такое место? Командующий Шерман велел, если вы вдруг начнете проигрывать, было приказано использовать их ради вашей мотивации. Да как ты? Если вы погибнете, кому-то придется взять на себя благотворительное отделение Дорфы. Вся деятельность фонда будет пересмотрена и реорганизована с нуля. Обеспечение приютов, штука не дешевая, знаете ли. Вы понимаете, к чему я клоню? Меня полностью отурачили. Да, Мариана серьезно неплохая. Я знал! Я говорил еще в прошлой части стрима, что она не такая говнистая, насколько говнистая она кажется. Я одна из владык Поднебесной Дорфа. Мне не нужны никакие ухищрения, чтобы одарить какое-то отребье. Нет, мисс Мариана, вы поранитесь. Не бойтесь, детки. Просто закройте глазки. Я готов сражаться за вас. Я не смог стать фенсером, и Дорфа вышвырнула меня. Но вы, леди Мариана, спасли меня. Для меня отдать жизнь ради вас будет честью. Не нравится мне все это. Но и у нас есть свои цели, поэтому мы победим. Так ведь, Фэнк? Ага. Полагаю, нам придется сделать это. Леди Мариана, вперед! Дубль номер два. А самое интересное, что эти твари отхилились, а я не отхилился. Не, зачем мне отхиливаться? Их они отхилили, нас не отхилили. Ладно, хорошо. Очень даже хорошо. Так, кого нам нужно похилить в первую очередь? Гайда и... Блин, так не достану. Вот так достану. Ну и пожалуй, 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 пожалуй. Блин, я даже не знаю, что правильно здесь делать в данной ситуации. Пожалуй, сделаем пыщ. Ну, блин, атаки водой им будут бесполезны. Да, у них деф. Да хотя, в смысле деф? Вон, Мариана и так по щам получила. Охренеть. Ладно. Тогда граммовую стрелу не желаете ли? Не, ну здесь у Марианы шансов просто нету. Так, ну и раз на это пошло. Пожалуй, заги в первую очередь вынесем, чтобы он просто под ногами не мешался. Так, у Фэнга сейчас активированы серьезные щи. А, так ну ж, жнецом душ, точно. Сейчас мы запинаем заги. А там уже будем разбираться с Марианой. Блин, ну или почти запинаем. Блин, все, минус, короче, минус. Блин, Фэнг, ну, только, 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 блин, не трогай, пожалуйста, мне мою Этельку. Так, надеюсь, добьем. Да, добили. Если бы не смятение на Фэнге, было бы, конечно, путь. Блин, она еще от нас. Да, вот и все, вот и приехали. Это уже не совсем весело. Так, все, что мне остается, это подождать, пока у Фэнга будет изменение, взять изменение и использовать пульту. Блин, это плохо. Плохо, это плохо, это плохо. Ладно, танец хлеба. У нее хп просто овер, да хрена. Да все, там уже почти все порипались. Да тварь не трогай Этельку. Господи, все, это все, это все ясно сразу. Они просто пинают сейчас у меня друг друга. Идеально. Блин, ну здесь нужно хилиться. На выбора другого нету, еще поделать. Так, Фэнг же пинает почему-то Этельку. Он у нас, молодец просто. Ладно, ультраделия, что поделать. Пока только тиара еще у нас остается более-менее живой. А, ну и Пиппин же. О, господи, да вы... Так, все, доигралась тварь. Рори, привет, блин, сто лет, кстати, не виделись. Так, ну, все. Я думаю, время пришло. Раз уж ты, тварь, с ледяным атрибутом, вот это должно тебе зайти. Ох, да, слабость к огню. Блин, ну сама по себе атака вышла такой себе, ну ладно. Так, ультовать я не особо хочу Пиппином, потому что он рифнется сразу же. Ну что-то мне подсказывают, блин, ну хотелось бы все-таки Мариану спасти, детей спасти, всех спасти. Лови ногой. Блин, ну она очень толстая. Так, что по Экскалибуру? Промо-культой. Лучше вам, даст, и передумать нельзя было Пиппин, я тебя точно в Рапстер продам. Так, ультовать бесполезно. Ладно, давайте ее просто ножкой попинаем. Черт, это в смысле не достану. Ну ладно, тогда хотя бы так попинаем. Блин, ну опять же был жащий. Ммм, промах. Отлично, просто отлично. Так, Тиара, есть все, у Тиары извинения тоже есть. Все, сейчас мы Тиарой попробуем ультануть. Если она не ритмится, то все будет неплохо. Если ритмится, то не понятно. Да, у Мариан это еще до хрена полосок, но мы попробуем сейчас ультануть. А потом Фенгом ультанем. Это был не совсем тот удар, который я хотел сделать изначально. Ну блин, у нее дефку, даже ульти, Тиары. Так что, это было бесполезно. Там Фенг, между прочим, получает неплохой такой урон. На тебе, кошачий кунг-фу тогда. Попадает, окей. Хоть что-то он может. Так, дайте-ка мне Фенгом использовать... Блин, либо гига-удар, либо... Ну, пожалуй, давайте сделаем вот так. Сколько там? Пять полосок с хвостиком. Да не, я не совсем страдаю. Вот, 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 вот чего мне не хватало. Вот что нужно было использовать. А это, между прочим, даже не ульта. Так, ну все, да? Ну и... Держи тебя. Немножко избиений от лольки. Вряд ли мы что-то толковое... Нет, это... Вполне себе. Так, Этель, живи, 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 Этель, живи, живи, живи. Все, что я могу сейчас, это танец Глеба, пожалуй. Остается три полоски ХП. Если я Фенгом ультану, то три полоски... А в смысле я Фенгом ультану? Фенг начинает как бы умирать там немножко. Если умрет Фенг, то все. А мы полностью слили тогда задание. Так, Фенг, 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 давай-ка мы тебя похилим. Да, Фенга надо похилить. Господи, Фенг под единением. Он сейчас всех наших просто повыносит. Ну, Фенг, ты выдал, конечно. Он сейчас вынесет просто весь наш отряд. Блин, Рори, ты не поверишь. Этель это тоже моя самая любимая тянка. Я здесь потратил 20 восемь часов, чтобы получить ее свой отряд. Все, у нас остается только Фенг и Тиара. Тиара может использовать только танец Глеба. Ну, а Фенг ультой уже добьет, я думаю. На печали то, что весь наш отряд отъехал. Это очень грустно. А нет, ультануть я не смогу, потому что у Фенга нету маны. Фенг остался один. Самым оптимальным вариантом сейчас будет просто выпить все маны. Блин, все крайне-крайне хреновенько. Блин, да, ну, блин, ну, все равно. Неважно, каковы у меня мотивы, но... Держи гига-удар, пожалуй. Огненных атак у меня, слава богу, хватает. И полторы полосочки хп остается у этой твари. Ну, блин, ну... Да ты упоролась! Да в смысле? Да дай ударить, тварь! Огненных атак у меня, слава богу, хватает. Что? Просто дебаф на Фенге. Вот и приехали. Да, ребят, самое время сделать небольшой перерыв, буквально 5 минут. Я сейчас продумаю снова свою стратегию. Угу. А все-таки Мариана... Ну да, нагнула она нас, попячила. Пресс-эфтор, респект. Угу. Ладненько, ребят, 5 минут, и мы продолжим. Господи, все сложно.